Ну что, Белгород, спишь? Русский город Белгород. Белгород, спишь? Какого х**а нам тебе вообще верить? Очередная американская х**а. Друзья, всем привет. Ну что, на болотах радость. Они сбили американский беспилотник. Что реально произошло, почему? Сейчас разберем. Здесь будут инсайды, о которых вы почти наверняка не знаете. Кроме того, мы поговорим о последних событиях в Белгород. Ну и Мелитополь, ну и уже открытие у Соловьева. В ССУ наступают по картам вермахта. Вот так вот. В общем, сейчас обо всем подробно. Не забудьте подписаться на канал. Здесь самая важная, самая свежая информация. И очень важно распространять эти видео, потому что информационная составляющая войны очень важна. 17 марта в Совбезе ООН будут очередные слушания по ситуации в Украине. Очень важно нам сегодня готовиться и к этому. Друзья, у нас главная новость вчерашнего дня. Это ситуация по первому, скажем так, физическому контакту между армиями России и Соединенных Штатов Америки во время вот этого вторжения в Украину, последнего широкомасштабного. Что произошло? Вчера утром над Черным морем на расстоянии чуть больше 100 километров на юго-запад от Севастополя был сбит фактически американский беспилотник МКУ-9. Для этого российские самолеты Су-27 фактически там сбрасывали над ним топливо. сделали это многократно, а в один из таких заходов был поврежден винт беспилотника и далее операторы его уже приняли решение, собственно говоря, затопить в Черном море. Ну, то есть американские операторы имеются в виду. Я, телеканал CBS, сделал такую реконструкцию того, что произошло, и я хочу вам это показать. Посмотрите, пожалуйста. But never like what happened today. A Russian jet approached from the rear, dumping fuel. U.S. officials believe it meant to come up in front of the drone so it would fly into the fuel cloud, but pulled up too soon and clipped the drone's propeller, which is located in the rear. The drone's controllers could do nothing but let it glide into the sea. Друзья, ну вот так это произошло, и теперь, конечно, там, ну, на болотах отдельная радость, танцы и пляски, они сбили беспилотник, но очень интересно. Пропагандисты это все активно продают россиянам. Смотрите, у нас есть какая-то победа. Так соскучились они по победам. А сама российская власть активно умывает руки. Российского посла вызвали в Госдеп, и он сказал, что очень конструктивно пообщались, ничего мы не сбивали. Вообще-то он сам беспилотник упал. Вот. Ну и вообще не стоит приближаться к границам России. То есть, типа Крым это Россия. Ну, на что США, собственно говоря, и там, где был беспилотник, продемонстрировали, что Крым Россия они не считают. Да и, собственно говоря, какого-то такого ключевого значения, конечно, этот беспилотник не имеет. Таких беспилотников у США более 200. Это далеко не самый новый беспилотник. Не упускается с 2008 года. Да сами даже россияне говорят, что... Ну, сначала давайте посмотрите, как там Гурулев рассказывает, что все, госнаграда пилоту. Ну, это удивительное мужество пилота. Ну, просто атаковать беспилотник ничем не вооруженный. Он был разведывательный. Он ничем не вооружен еще раз. Посмотрите на радость Гурулева и Соловьева. Сейчас считаю все телеграм-каналы, и там кое-где пишут, ура, патриот, радуются, что сбили беспилотник. Друзья мои, я вас уверяю, радуются все. Все радуются. Потому что это, наверное, один из ключевых моментов нашей спецоперации вооруженной силой Российской Федерации. Показали, что терпение страны не безграничное. И этот, так называемый, инцидент, он, наверное, ключевой. Ключевой, потому что те средства разведки Соединенных Штатов Америки и шестер, которые сегодня выдают информацию украинской армии, а в том числе и своим наемникам, которые этим оружием пользуются, наверное, это ключевой момент. А ведь еще есть аваксы, еще есть разведленные спутники, спутники связи, в том числе и старолинки. То есть есть чем заняться для того, чтобы всю эту разведку братьевку поставить на место. Ну а в граизме летчика никто не сомневается. Без сомнения его ждет достойная государственная награда. Поэтому как-то так. Хорошо сказал. Правильно сказал. Но в то же время другие, сами их пропагандисты признают, что, собственно говоря, ну окей, США все продолжат, все равно разведку над Черным морем. Тут, собственно, ничего не изменится. И беспилотников таких у них много. Послушайте этот фрагмент. Дальнейшее продолжение этой прокси-войны, но без прямого участия в США. И, конечно, не будут, скажем так, ее менять из-за одного, опять же, упавшего дрона. Ну то есть, опять же, конечно, то, что произошло, это значимое событие. Но это, во-первых, не первый дрон, который Америка теряет в тех или иных конфликтах. И не первый дрон, который, ну, к падению которого, скажем так, могло иметь какое-то отношение Россия. Потому что в Сирии эти самые дроны сбивали не без нашего участия. Хотя это делала уже сирийская армия. В Ливии такое было. То есть это, ну, не первая ситуация за много-много лет. Другое дело, что сейчас мы, конечно, находимся в состоянии прокси-войны на Украине, поэтому все из-за этого обостряется. Но, опять же, менять свою стратегию, я думаю, что они не будут. Ну, заменят этот дрон другим. Он, в общем-то, скорее всего, продолжит полеты над Черным морем. Может быть, немножко более осторожно. Но все-таки, что же произошло, и очень важны здесь реакции. Есть информация о том, что этот беспилотник был оборудован современными камерами, которые активно изучали, что происходит в оккупированном Крыму. Об этом пишет New York Times. И, возможно, это стало причиной фактической атаки российской на этот конкретный беспилотник. Причем, обратите внимание, Россия может атаковать беспилотник. Они это показали. Но Россия боится атаковать. Совсем недавно B-52, бомбардировщик американский, пролетал очень близко от Питера. И что-то там ни у кого даже мысли не возникло каким-то образом атаковать. Но на беспилотник у них мужества хватило. Почему? Возможно, что-то увидел в глубине Крыма. Есть еще одна ситуация. Вчера утром, после того, как этот беспилотник фактически был сбит, произошла воздушная атака на побережье Одесской области. То есть уже самолеты Су-24 атаковали побережье Одесской области четырьмя ракетами. То есть здесь возможно, что этот беспилотник мешал для этой атаки, так как мы бы узнали о ней заблаговременно. И для того, чтобы обеспечить прикрытие этой атаки, был сбит американский беспилотник. В любом случае нужно признать, что Россия пошла на определенную эскалацию. И здесь очень интересно, как внутри самого США откликнулись целый ряд сил, которые говорят, что не нужно нам связываться с Россией. Вот смотрите, не дай бог будет Третья мировая война. И вообще зачем нам эти изоляционисты? И зачем нам Украина? И они сразу активизировались. Здесь надо понимать, я думаю, что чем ближе к выборам в Соединенных Штатах Америки, подобных вот таких провокаций со стороны России может стать больше. И это нужно понимать. С другой стороны, мы увидели, что Россия активно попыталась умыть от этого руки и реально боится Соединенных Штатов, боится такой серьезной реакции. То есть они провоцируют, но официально говорят, нет-нет, мы ничего не делали. И здесь интересно увидеть, какой будет реакция Соединенных Штатов Америки на следующую подобную провокацию. Потому что здесь США сконстатировали факт, вызвали посла. Но мы не видим какого-то акта возмездия. Или пока не видим. Вот здесь интересно будет увидеть, что произойдет дальше. И какой будет реакция Соединенных Штатов на следующую подобную провокацию. А судя по всему, они будут. И я думаю, США сейчас это тоже стало хорошо понятно. Ну, а почему для России было важно вот сейчас, конечно, вот это все кричать о своих вот этом таком успехе? Потому что, ну, у них, к сожалению, для них есть очень много проблем. И они пытаются от них отвлечь атакой на американский беспилотник. В Мелитополе горит коллаборант очередной. Посмотрите, гори-гори ясно. И наши партизаны очередного коллаборанта. Состояние well done. Посмотрите. Мелитополе горит коллаборант. В Белгороде опять отрицательный взлет и ракет. И там у жителей Белгорода волосы на голове дыбом. Посмотрите. Еб... 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 Сам этот Гурулев, который только что радовался атаке на американский беспилотник, говорит, надо укреплять. Тут они могут и Курск, и Брянск. Что-нибудь там до Брянска дойти. И кто сказал нам, говорит Гурулев, что они не перенесут войну на нашу территорию. Послушайте разговоры Гурулева. Я бы очень серьезное внимание обратил бы на Брянско-Калужское направление. Если не идти вдоль трассы М3, которая проходит, ну, от Курской области, то вдоль железной дороги, через станцию Навля, до Брянска всего ничего. Один день ходу. И там, наверное, надо сосредоточиться. И потом все заявления о том, что они не будут бывать на нашей территории, вообще откровенно лишены всяческого смысла. Почему мы так решили? И эти моменты надо строго предусмотреть, прекрасно понимая, как не дать противнику первое сосредоточиться и выдвинуться в те районы. Послушайте, что говорит Соловьев. Торгер говорит, да, хорошо, что сбили беспилотник. Но как же, почему не уничтожены мосты и все остальное? И почему вообще у Украины есть авиация спустя больше, чем год? И которая еще сейчас будет усиливаться после передачи нам МИГов по Польше и Словакии? Послушайте, Соловьев. Ну, мне бы хотелось, чтобы мы всюду пришли в чувства. Ну, например, мы же была поставлена задача Верховного Главнокомандующего уничтожения энергетической системы Украины. Может, пора ее выполнять? Притом, воевать не с трансформаторами на 330, а ну, хотя бы теми, которые на 750. То есть добиться того, чтобы не было больше электрической генерации. На территории Украины, чтобы мы это видели. Учитывая количество ракет, которых у нас есть, которые были выпущены, ну, согласитесь, если даже их пересчитать на количество мостов через Днепр, непонятно, почему эти мосты до сих пор есть. Да, я понимаю, что, может быть, недостаточно одной ракеты на мост, но можно и использовать те гигантские количества, которые есть, для решения этих задач. Я не понимаю, почему до сих пор не решена проблема, которую прекрасно решили в самом начале операции. Это уничтожение аэродромов, аэродромной инфраструктуры и создание проблем для поставок горюче-смасочных материалов. Почему вдруг опять идет речь о какой-то украинской авиации? Вот им собираются что-то поставлять. Они откуда будут взлетать? На фоне вот таких настроений, на фоне такой ситуации, потому-то и важна для России вот эта такая типа победа и вот такая провокация, которую они совершили, и которые показывают, возможно, новую российскую стратегию на подобное провоцирование Соединенных Штатов сил НАТО и, в первую очередь, США. Будем следить за развитием событий, друзья. Здесь был подробный разбор, который вы мало где услышите, Поэтому не забудьте подписаться на канал, не забудьте поделиться этим видео. Держим строй!